Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы садим виноградную школку. Грядки под школку мы подготовили заранее, я вам немножко даже это показывала. Застелили пленкой, чтобы земелька прогревалась. За две недели до посадки под пленкой лежит капельный полив. И несколько дней назад мы этот полив включали, чтобы земелька под пленкой хорошо увлажнилась. При этом у нас вода водопроводная, она холодная, поэтому специально включали полив за несколько дней, чтобы потом еще все успело нагреться. Ну тут сегодня и день назад, конечно, прошел такой большой дождь, поэтому видно, что влаги в земле более чем достаточно. Но ничего, скоро она уйдет и не будет нам мешать. Междуряди в этом году тоже сделали несколько шире, чем в прошлом, чтобы было удобнее ходить, было удобнее все это обслуживать. Ну и растениям, чтобы было куда расти. Хотя прошлый год показал, что в школке у нас выросли идеальные саженцы с очень такой массивной, красивой, классной корневой. А вот наши череночки, достаем их из кельчеватора. Там они стояли чуть меньше двух недель, стояли в подвале. При этом мы не использовали в этот раз никаких корней стимуляторов. И смотрите, на что бы хотела обратить ваше внимание. Что несмотря на то, что это подвал, где все-таки прохладно, прогревались только нижние части, достаточно неплохо стала пробуждаться и почечка. Сегодня у нас 14 мая. То есть вот насколько, если мы попадаем к растениям в цикл их развития, насколько быстро все идет. Потому что черенки, которые мы ставили на укоренение в стаканчиках, мы их держали в кельчеваторе месяц. И далеко не у всех были вот такие вот почечки. Ну, понятно, что мы их ставили где-то там начало марта. То есть насколько вот может быть разница. Здесь чуть меньше двух недель и вот так вот уже все просыпается. И более того, кое-где даже видны корешки. Хотя корешки нам не особо сейчас нужны, потому что хотим немножко по-другому все садить. И наша задача была только простимулировать процесс корнеобразования, а дальше уже все пойдет в самой школке. Подготавливаем место посадки для черенков. Именно по этой причине я и говорила, что нам не надо было доводить до образования корней, чтобы быстрее садить потом. И теперь мы помещаем черенки в подготовленные для них отверстия в пленке. Вот такая школка в итоге у нас получилась. Напомню, сделали в этом сезоне широкие междуряди. И нам так удобнее будет все это обслуживать. И растеницы будут лучше проветриваться. Застелили черным мульчирующим спонбондом. Ну, это тоже для нашего удобства. Напомню, в школку мы высаживали черенки, которые прошли через кельчеватор, у которых только начался процесс корнеобразования. Опыт прошлого года показал, что такие черенки прекрасно укореняются в открытом грунте. Хватает им времени для того, чтобы нарастить красивую мощную корневую систему, для того, чтобы вызрел верх саженца. Также у нас осталось немного свободного места, куда мы высадим маленькие саженцы неокрепшие, которые мы выращивали дома в стаканчиках. Также опыт показывает, что такие саженцы прекрасно дорастают в школке. Опять же, развивают хорошую, красивую корневую, развивают хорошую верхнюю часть. И от их слабости, скажем так, не остается ни следа. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Если к осени вас интересуют какие-то саженцы, то предварительные заказы можно формировать уже сейчас. Также оставляю свои контакты. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok